У нас будут лекции, посвященные экспандерам. Прежде, чем приступить к какой-нибудь технической части, я начну с примера. Допустим, у нас есть лотерея. Объявили такую интересную лотерею, в которой каждый участник заполняет билет самостоятельно, и билетик – это строчка из N-битов. То есть, он покупает билет, ему дают такую табличку он заполняет ноликами и единичками. Всего может быть 2 в степени N различных вариантов. Известно, что одна десятая на 2 в степени N выигрышных вариантов заполнения выигрышных. Мы хотим получить алгоритм, который будет находить выигрышный билет с вероятностью одна десятая довольно простой алгоритм. Надо просто взять случайный билет, а мы хотим, например, с вероятностью девять десятых. Есть некоторые ограничения на этот алгоритм. Допустим, этому алгоритму разрешается бросать монетку ровно N раз. Можно бросать монетку N раз, то есть N случайных битов у этого алгоритма всего есть. Соответственно, можно не один билет купить, а несколько билетов, но желательно не два в степени N билетов покупать, а некоторые полиномы от N билетов. Может быть, есть идеи, как такое сделать? Ну, если бы у нас было не N случайных битов, а больше, N случайных битов нам хватает на один случайный билетик. Один случайный билетик будет хорошей с вероятностью одна десятая, но можно воспользоваться одним случайным билетиком и еще какими-то. Давайте я расскажу, как эту задачу можно решить, хотя совсем нетривиально. У нас есть один билетик, мы его убираем случайным образом. Мы пишем его и еще берем некоторые билетики в окрестности данного билетика. Вот что значит в окрестности данного билетика, это пока не очень ясно. То есть, у нас для каждого билетика есть еще какое-то количество билетов в окрестности, и пишем их, и окрестность должна так быть устроена, чтобы в этой окрестности обязательно нашелся выигрышный билетик уже с большей вероятностью. Если бы эта окрестность была совершенно случайной, тогда бы нам, то есть, если бы по какой-то причине мы могли бы брать случайного окреста, то нам достаточно было бы, не знаю, билетик и десять его соседей рассмотреть, и уже с большей вероятностью было бы. Но у нас, к сожалению, нет куда-то взяться со всем случайности. У нас будет псевдослушаемость. Для решения этой задачи нам понадобится специального вида графа. Что такое экспандеры? Экспандеры – это такие графы, у которых не очень много ребер. То есть, ребер примерно столько, сколько вершин. их нельзя порезать на две примерно равные части, отрезав мало ребер. То есть, в любом разрезе ребер достаточно много. Это неформальное определение. Есть куча разных формальных определений понятий экспандеров для конкретных задач. Если вы встретитесь в литературе с словом «экспандер», то, скорее всего, они имеют что-то конкретное, и лучше понять, что они имеют в виду. Вряд ли в разных сетях будут под экспандером иметь в виду одно и то же. Самое простое понятие, ну, давайте дадим определение. Значит, N – это число вершин, значит, это N-вершинный не простой граф, но мы разрешаем петли кратные ребра, возможно, с петлями и кратными ребрами. То есть, какой-нибудь такой граф вполне нас устроит. Кроме всего прочего, этот граф D регулярный. Это значит, что степени всех вершин равны D. Благодаря петель из любого графа можно сделать какой-нибудь регулярный граф, потому что с петлями можем добавить степень до нужной. И что же это за константа гамма? Гамма – это некоторая константа от нуля до единицы. И, значит, для любого множества вершин, ну, давайте это множество G, V, E. То есть, граф множества V – множество вершин, E – множество ребер. Для любого A под множеством множества вершин, если размер A не больше, чем N пополам, тогда число ребер, которые соединяют множество A и дополнение множества A. Давайте я это обозначу следующим образом. Вот E от A и V без A. Хотя бы гамма на D на размер множества A. То есть, из множества A… Давайте, значит, введем обозначение. E, A, B – это множество таких ребер. У V из E, таких, что U из A, V из B. Множество ребер между A и B, где A и B – это под множество вершин. Давайте нарисуем множество A. Вообще, B из множества A, из каждой вершины выходит D-ребер. Но некоторые из них дальше идут вовнутрь. Всего из множества A, из множества вершин A выходит D на A-ребер. И вот доля гамма, как минимум, из них выходит наружу. Это определение. Почему такие конструкции существуют, уже не очень понятно. В этом курсе я не буду доказывать существование, не буду приводить явные конструкции. Какую-то конструкцию приведу, но не докажу, что она обладает этим свойствам. Потому что курс немножко не про это, и применение экспандеров гораздо важнее, чем конструкция этих экспандеров. Это можно сделать, может быть, относительно несложно построить явным образом их. Но на это потратится пару лекций. Существование таких графов можно доказать вероятностным методом. Если взять случайный дорегулярный граф, не очень понятно, что такое случайный дорегулярный граф. Например, случайный дорегулярный граф можно получить следующим образом. Если у нас, например, четное число вершины, D четное, мы можем разбить, не важно, какое D, число вершин, мы можем разбить все вершины на пары и взять просочетания, и взять случайное такое просочетание, и взять их случайно D штук. Тогда таким образом, если мы их всех объединим, из каждой вершины будет выходить ровно D ребер. Можно доказать, что такой граф с большой вероятностью будет гамма экспандера, причем гамма близко к единице. дайте сообразить, не к единице, а к одной второй. К единице, что? Ну, здесь, в таком не будет петель. Давайте попробуем воспользоваться такими графами. Допустим, они у нас есть для решения задачи. Значит, еще раз напоминаю задачу. У нас есть билетик лотерейный, в нем N позиции, и кто купил билетик, заполняет каждую позицию нолик или единичку, и получает N-битное число. И известно, что есть выигрышные билетики, и выигрышных билетиков довольно много, одна десятая всех. А мы хотим построить алгоритм, который использует N случайные биты, то есть монетка бросая всего N раз, то есть может один случайный билетик породить. Может купить пленом от N-билетов, и чтобы у него вероятность выигрыша уже была не одна десятая, а девять десятых, скажем. Как решать задачу с помощью экспандеров? С помощью экспандеров задача решается, может, следующим образом. Давайте рассмотрим 2 в степени N D гамма-экспандер. Ну, не знаю, для какой это константы гамма. Значит, здесь у нас D и гамма, а не константы. Не зависит от N. Значит, у нас есть граф 2 в степени N вершин. Давайте вершины этого графа пометим различными билетиками, то есть строчками из N-битов. То есть каждая вершина графа помечена какой-то строчкой. Я утверждаю, что, чтобы решить задачу, нужно выбрать случайную вершину графа и рассмотреть некоторую окрестность этой вершины. Значит, алгоритм. Сначала выбрать случайную вершину графа. вот, второе. О большой от логарифма N. Значит, вершину V. И написать в билетиках все коды вершин, которые лежат на расстоянии не больше, чем L от вершины V. Написать в билетиках ходы всех вершин, до которых из V есть путь длины не больше, чем L. Значит, так как у нас граф D регулярный, то… В L окрестности у нас лежит O большой от D в степени L вершин, то есть это D в степени логарифма N, то есть это O большой от полинома N. Вот, значит, теперь нужно понять, почему этот алгоритм сработает и какое именно L нужно выбирать. Я сказал лишь, что он будет иметь вид большой от логарифма N, а какой я конкретно не сказал. Вот, ну, значит, давайте нарисуем граф. Вот у нас есть множество выигрышных билетиков, пусть W, вот они вершины. Нам нужно посчитать, насколько у нас вершин всего здесь, что они вместе со своей окрестностью с W не пересекаются. Вот. Ну, я утверждаю, что таких вершин не очень много. Ну, что это значит? То есть мы проиграли, если расстояние от вершины, которую мы выбрали, до множества W, оно будет больше, чем L. Вот. Значит, если расстояние будет больше, чем L. Ну, давайте убедимся в том, что таких вершин мало. Значит, как мы убедимся? Ну, давайте, например, так. Ну, вот у нас есть вершина. Пусть множество X – это то множество тех вершин, начиная с которых мы проигрываем. Мы хотим доказать, что X на самом деле большое. Сейчас, что X на самом деле очень маленькое. Ну, пусть размер X больше, чем одна десятая на 2 в степени N. Ну, давайте выберем X' под множество X. Такое, что размер X' будет ровно одна десятая на 2 в степени N. Мы знаем, что X' вместе со своей L-окрестностью не пересекается с W. Но мы знаем, что один окрестность X'. Ну, давайте, вот гамма от X' – это множество вершин, которых это либо X', либо соседи X'. Какой у нее размер? Он больше либо равен, чем размер X' плюс ребра, которые исходят вовне. Значит, вовне исходят размер X' умножить на гамма D. Ну, D, в принципе, из них могут прийти в одну вершину. Значит, плюс размер X' умножить на гамма. То есть, 1 плюс гамма на размер X'. То есть, первая окрестность X' – она хотя бы 1 плюс гамма раз больше. Вот, вторая еще в 1 плюс 2 гамма в квадрат больше. Ну, и так далее. Такое будет продолжаться, пока у нас эта окрестность не станет больше одной второй. Просто как только она станет больше одной второй, мы дальше такое рассуждение повторять не можем. Значит, и это оно станет за небольшое количество итераций. А именно, если у нас исходно была одна десятая до одной второй, нам оно доползет за какую-то константу, так как у нас гамма-константа. Да. Вот, ну а что делать, если оно доползло до одной второй? Ну, а дальше мы можем идти с этого множества. Пока множество… Если W тоже больше одной второй, тогда все хорошо. Но один окрестность W тоже не должно пересекаться с этим. Два окрестности не должно пересекаться с этим. И подождем, пока окрестность W вырастет больше, чем до одной второй. Как только они вырастут, они обязаны пересечься. А это значит, что здесь будет путь длины какой-то даже константы. Значит, мы даже поняли, что не то что логарифмической длины, а даже достаточно взять какую-то константу длину. То есть L нам хватит от единиц. То есть нам достаточно купить некоторое константное количество билетиков. Значит, здесь это тоже будет вот единиц. Чтобы вероятность стала… Значит, еще раз, как мы это оценили? Мы взяли множество выигрышных билетиков и множество билетиков, из которых, мы якобы – нету пути короткого до сюда. На самом деле путь короткий до сюда есть. Потому что, если это множество большое, то множество большое. Значит, мы смотрим один окрестность, она здесь множества в константу раз выросла, два окрестных еще в константу раз выросли. И так, когда выросла хотя бы до половины. Даже больше, чем до половины. Только тогда нельзя дальше повторять. Так же и это множество выросло в константу, в константу… в какой-то момент она выросла до половины. Константный окрест с этого занимает хотя бы половину, константный окрест с этого занимает хотя бы половину. Значит, между двумя вершинами отсюда есть путь константного размера. Ну, а это противоречие. То есть, вот эту константу в качестве L надо выбрать. Вот. Значит, вопрос такой, что нам нужно от экспандера? От экспандера нам, на самом деле, нужно довольно много всего. Нам мало явной конструкции, потому что мы не можем. Если мы будем хранить весь граф на 2 степени от вершин, тогда у нас времени на работу с этим графом уйдет 2 в степени. Что слишком много, мы хотим рассматривать какие-нибудь полемиальные алгоритмы. Вот. Поэтому нам от экспандера нужно такое свойство, как сильная явность. Свойство сильной явности заключается в том, что по коду вершины, ну, код вершины – это какая-то строка n-bit, можно за полиномиальное время узнать коды ее соседей. То есть, первого соседа, второго и так далее до этого соседа. На самом деле, есть сильно явные конструкции экспандеров, поэтому эту задачу можно решить таким образом. Давайте сделаем еще одно замечание, раз уж пока мы изучаем комбинаторные экспандеры, значит, диаметр n-д-гамма комбинаторного экспандера убольшой от логарифма n. Между любыми двумя вершинами есть обязательно путь убольшой от логарифма n. Почему он есть? Потому что, ну, возьмем две вершины и начнем рассматривать окрестности этих вершин, множество вершин, когда мы отдаем по длину один, путем длины два, путем длины три. И каждый раз окрестство вырастает хотя бы в константу, в один плюс гамму. И от этой вершины тоже сделаем. Но когда оно перестает расти в один плюс гамму? Когда множество перестает быть не больше, чем половинка. Но когда они оба больше половинки, то эти две штуки пересекутся, поэтому здесь будет такой путь. Ну а сколько нужно раз единичку умножать на константу, чтобы получить n пополам? Логарифм n. Через логарифм n операций здесь будет достигнута вторая и здесь достигнута вторая. Комбинаторный экспандер – это такая штука довольно наглядная, но обычно изучают не комбинаторные экспандеры, а алгебраические экспандеры. Значит, любой алгебраический экспандер, он обладает свойствами комбинаторного экспандера, но он дополнительно имеет алгебраические свойства, которые удобны для работы с ним. Наша основная тема – это алгебраические экспандеры. То, что я сейчас рассказал про комбинаторный, я просто хотел некоторую идею рассказать про то, почему экспандеры могут быть полезны. Значит, мы изучаем графы опять. с петлями, с кратными ребрами и дорегулярные. Давайте рассмотрим матрицу смежности графа. Значит, у нас граф неориентированный, но что такое матрица смежности? Значит, в клетке ИЖ, что у нас написано? Что написано в клетке с номером ИЖ в матрице смежности? Ну, если бы у нас графы были простые, то там было написано нолик, если ребра нет, единичка, если ребра есть. А в наших графах написано количество ребер между ИЖ. Вот. Ну, давайте, прежде чем перейдем к логебраческим экспандерам, немножко поговорим про свойства матрицы смежности. Первое свойство, то, что эта матрица симметричная, то есть транспонированная матрица смежности равна самой собой, значит, это просто свойство неориентированности графа. Значит, здесь есть очень удобная алгебраическая теорема, которая говорит, что если матрица симметричная, тогда у нее есть вещественные собственные числа. вещественные. Значит, тогда по теореме из алгебры ее собственные числа вещественные. Давайте их обозначим и пронумеруем по убыванию модуля. Лямбда 1 больше либо равно лямбда 2 по модулю, больше либо равно и так далее, больше либо равно лямбда n по модулю. Нет, в принципе, собственные числа могут совпадать некоторые, но это все ее собственные числа с учетом кратности здесь выписаны. Лямбда 1 может вполне совпадать с лямбда 2 или еще какие-то здесь. Вот. Больше того, у нас существует ортонормированный базис в иномерном пространстве, состоящий из собственных векторов. Значит, существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов. Е1, Е2 и так далее, Еm. Так, значит, ну на всякий случай напомню. Лямбда собственное число, если найдется такой вектор x, что m умножен на x, это будет лямбда x. А x, соответственно, собственный вектор матрицы m. Хорошо. Значит, свойство второе, что лямбда 1 равно d. Максимальное собственное число по модулю – это просто степень графа. Вот. Ну, вы можете сказать, с каким собственным вектором оно будет. 1 на 1. Ну да. Значит, Е1, но он будет не ортонормированный, конечно. Ну, его можно нормировать, если поделить на норму. Значит, из всех единичек. Значит, следует это потому, что сумма в каждой строке матрицы равняется d в степени. И домножаем его на этот вектор, у нас будет просто d, 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 d. Вот. Значит, ну это мы пока поняли, почему это число является собственным? Почему это максимальное собственное число по модулю? Ну, давайте разбираться. Еще докажем, что d – максимальное по модулю собственное число. Ну, пусть лямбда – некоторое собственное число. Значит, m умножить на x1, x2 и так далее, xn равно лямбда на x1, x2 и так далее, xn. Где у нас лямбда вещественная? Да, ну, соответственно, ортонормированный базис, он тоже с вещественными коэффициентами. Вообще говоря, собственно, числа могут быть комплексные, базисы комплексные, но в случае симметричной матрицы всегда можно выбирать так. Значит, давайте рассмотрим максимальную компоненту. Значит, пусть xj – это максимум из x1, x2 и так далее, xn по модулю. Ну, давайте посмотрим на йотую строчку матрицы M. Здесь написано, с чем соединены йотая вершина. Ну, там она соединена с и 1, и 2, и d. Может, они некоторые совпадают. Вот, и тогда Mxj – это сумма по k от 1 до n, Mjk t, xk t. Значит, это меньше либо равно… Давайте по модулю напишем. Меньше либо равно, чем сумма модулей. Чем сумма модулей… Ну, Mjk t – оно не отрицательное, поэтому здесь не надо ставить модуль. Mjk t на модуль xk t. Значит, заменяем на максимальный модуль. Это меньше либо равно сумма Mjk t на xj. Но это равно модуль xj умножить на d. Вот. А это равно лямбда на модуль xj. Отсюда следует, что лямбда не превосходит d. Хорошо. Значит, выяснили. Как вы думаете, о чем нам говорит кратность максимального собственного числа? Кратность собственного числа d. На самом деле, да. Кратность собственного числа d – это число компонент связности. Вот. Ну, давайте это докажем. Значит, нам нужно доказать, что кратность собственного числа d не меньше, чем число компонент связности и не больше, чем число компонент связности. Ну, проще всего доказать, что не меньше. Значит, пункт а – то, что d – хотя бы число компонент связности. Ну, как доказать, что кратность не меньше, чем столько, нужно достаточно предъявить линейно независимые базисы с собственным числом d. Ну, как такие предъявить? Ну, единички будут встречать только вершины. Ну, да. Значит, пусть v1, v2 и так далее, vk – это компоненты связности. Ну, давайте возьмем вектор, у которого будут везде нули, а вот единички соответствуют множеству вершин v1. Ну, тогда понятное дело, что такой вектор будет собственным вектором, собственным числом d, потому что он… Ну, он… Примножение на строчке матрицы нас интересует только ребра компонентов связности v1, ну и там везде будет умножаться на d. Ну, понятно, что все такие вектора будут линейно независимыми, потому что у них просто ненулевые координаты разные, из разных будет не собрать нолик. Вот. Значит, так мы поймем, почему число компонент связности не меньше. Вот. Значит, как теперь доказать, что кратность вектора d ровно, что кратность числа d ровно число компонент связности? Ну, для этого достаточно доказать, что любой собственный вектор будет линейной комбинацией вот этих вот векторов, которые мы привели. Значит, как это можно доказать? Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь собственный вектор. И давайте поймем, что… Соответствующий собственному числу d. Давайте поймем, что все координаты, соответствующие одной компоненту связности, у него равны. вот вектор, он соответствует собственному числу d. То есть m, вот этот вектор, x1 и так далее, xn равно d на x1 и так далее, xn. Давайте рассмотрим какую-нибудь компоненту связности. И в этой компоненте связности выделим максимальное собственное число. Ну, допустим… Ну, не максимальное число, а максимальное по модулю компонент. Вот эта компонента максимальная по модулю. И посмотрим, как эта матрица действует, как соответствующий номером строчка действует сюда. Ну, заметим, что она действует абсолютно точно так же, как здесь. А только здесь везде должно быть равенство. Здесь было не равенство, вот это y – это максимальная компонента. Везде должно быть равенство, потому что мы знаем, что наше собственное число равно d. Это значит, что… Где мы загрубляли? Ну, здесь мы не обязательно загрубили, но здесь мы могли загрубить, если не все эти координаты равны максимальной. Вот здесь это не равенство, потому что xy было максимальным, а мы заменили, что xk – то меньше на xy. Значит, все с ненулевыми коэффициентами здесь xk должно быть максимальным. Что такое с ненулевыми коэффициентами? Значит, xy и вот с ненулевыми коэффициентами оттуда, откуда есть ребро из xy. Значит, здесь везде тоже должен быть модуль максимальный. Ну и заметим, что знак тоже должен быть такой же, поскольку здесь мы использовали такое неравенство – модуль суммы, здесь сумма модулей. поэтому здесь не могут быть максимальные с разным знаком, иначе бы здесь было строгое неравенство. Поэтому у всех у них одинаковый модуль и у всех одинаковое значение. Значит, мы взяли вершину в векторе с максимальным, значит, у всех ее соседей тоже максимальный. Ну и так далее. Значит, по всей компоненте связанности соответствующие компоненты собственного вектора тоже равны максимальному. То есть, в каждой компоненте связанности у собственного вектора все равны максимальному. То есть, это и следует, что собственный вектор – это линейная комбинация вот этих вот. Хорошо. Значит, следующий вопрос. А в какой ситуации число минус D? Это еще одно число, собственно, с модулем D является собственным вектором. Эээ, собственным числом. Есть у кого-нибудь, есть идеи какие-нибудь? Число минус D – это собственное число. Тогда и только тогда, когда в графе есть двудольная компонента связанности. Ну, я уже довольно много говорю. Давайте это докажем и сделаем перерыв. Значит, если в графе есть двудольная компонента связанности, тогда собственный вектор… у нас есть компонент связанности, когда вершина соединит только вот так. Ну, и скажет, здесь по D выходит. Ну, какой, собственно, вектор можно придумать? Здесь поставить единички, а здесь минус единички. Тогда просто из любой вершины, во всех остальных компонентах ноль, мы взяли компонент двудольный, но тогда из любой вершины, мы смотрим й эту строчку, здесь стоят единички только в вершине другой доли. Если в вершине другой доли, там стоят числа с противоположным знаком. То есть, если xy была единица, тогда во всех другой доли будет стоять минус единица, то есть будет минус d произведение вот на этом месте, а в другой компоненте связанности будет ноль. Если там минус единица, то там были все единицы, там будет d, то есть домножается на минус d. Так мы поняли, что если в графе есть двудольная компонента связанности, тогда минус d – собственное число. А если просто минус d – собственное число, то почему есть двудольная компонента связанности? Ну, на самом деле это доказывается аналогично, потому что мы только что делали. если мы посмотрим на компоненту связанности, посмотрим на максимальную координату в ней, ну, допустим, там неналевая. ну, на неналевой, собственно, вектор, да, значит, берем неналевую компоненту, допустим, здесь там написана какая-нибудь величина a. Тогда во всех соседях из вот тех же самых соображений нетрудно понять, что будет написано минус a. И так далее. Значит, там, где написано a, это будет одна доля, там, где написано минус a, будет другая доля. Ну, а это все следует из вот таких же соображений. В общем, мне напомнили, что есть еще такое свойство матрицы смежности, можно поделить ее на степень графа, тогда получится матрица, у которой сумма по строкам и по столбцам равна единице, значит, такие матрицы называются бистохастические матрицы, сумма элементов по строкам и по столбцам равна единице, и надо ее воспринимать как следующий образ, значит, что это граф, и на ребрах написана вероятность перехода по этому ребру. Грубо говоря, эта матрица соответствует матрице случайного блуждания, когда мы каждый раз выбираем случайное ребро из каждой вершины, и если у нас было распределение вероятности в какой-нибудь момент, вот π – это распределение вероятности, то есть, в принципе, π1 находится в первой вершине, π2 в второй, тогда π в n в n, тогда, если мы домножим приведенную матрицу смежности на π, тогда это будет распределение вероятности после одного шага случайного блуждания. То есть, мы делаем несколько шагов, тогда мы несколько раз домножаем на m. Это мы будем еще использовать. Хорошо. Давайте теперь дадим определение, что такое колгебраический экспандер. определение граф G является Nd α алгебраическим экспандером, н. Значит, если в нем его число вершин равняется n, он d регулярный, и модуль второго собственного числа матрицы смежности не превосходит αd. Значит, α – это константы от 0 до 1. Я включаю. Значит, алгебраический экспандер, у него второе собственное число отделено по модулю от первого собственного числа. Значит, из этого сразу следует, что он не является двудольным, потому что минус D не является собственным числом. Это сразу следует, что он является связным, поскольку собственно число D имеет обязательно кратность 1 автоматически. А при этом потому, что у нас случайное внуждание очень быстро будет стремиться к одногам. Да, это следует, это мы сегодня обсудим. Вот, значит, значит, ну, есть такая теорема, что nd α алгебраический экспандер является nd 1 минус α пополам комбинаторным экспандером. Ну, видимо, автор этой теоремы – Ногаллан. Значит, то из этого следует, что хороший алгебраический экспандер, у которых α поменьше, потому что хороший комбинаторный экспандер, у которых этот коэффициент побольше. Значит, полностью эту теорему я доказывать не буду, хотя не очень может быть длинное доказательство, минут на двадцать, потому что мне она не нужна. Я докажу чуть более слабый результат. Значит, у нас получится что-то типа 1 2 минус α вместо 1 минус α пополам. Есть, на самом деле, и обратная связь. Любой комбинаторный экспандер является некоторым алгебраическим экспандером, но там не столь красивая формула, поэтому я не буду это приводить, но такая связь обратная тоже есть. Главная особенность экспандеров в том, ну, зачем они нужны, в том, что они являются некоторым представителем псевдо-случайного графа. Также для комбинаторных экспандеров точно так же можно доказать, что случайный граф, если правильно выбрать модель случайного графа, ну, например, суммирование D по рассочетания, является экспандером с большой вероятностью, алгебраическим в том числе. Но, кроме того, сами экспандеры обладают свойствами случайного графа. И вот лемма, которая используется в большом количестве применения экспандеров – это лемма-перемешивание или экспандер-миксинг лемма. Пусть G, V, E – это N, D, альфа-алгебра, альфа-алгебра. Альфа-алгебраический экспандер. Ну, у нас фактически все экспандеры дальше будут алгебраические. Комбинаторными свойствами они будут обладать по предыдущей теореме. Вот. То есть, если я буду забывать слово алгебраический говорить, то я имею в виду алгебраический. Тогда число рёбер. Значит, A и B – это произвольные подмножества V. Значит, E от AB – это множество рёбер, такое, что первая вершина из-за, вторая вершина из-за. В принципе, A и B могут пересекаться. Тогда число рёбер между A и B примерно равно тому, что какое бы число рёбер было в случайном графе. Давайте посмотрим, какое бы число рёбер было в случайном графе. Значит, в случайном графе из множества A вышло наружу D рёбер. С какой вероятностью они закончатся в множестве B? Ну, вот с такой. Множество B поделить на N. И вот эта разность не очень большая. Что такое не очень большая? Она не превосходит… Альфа D – это оценка на собственное число – на корень из размера A и B. Вот такое лемовое перемешивание. Ну, если бы на слайде я показал эту формулу, вы бы, наверное, испугались бы, потому что она довольно длинная. Но суть её довольно простая. Значит, число рёбер между A и B в любом алгебрическом экспандере отличается от того числа рёбер, которое следовало бы ожидать в случайном графе не очень сильно. Значит, чем меньше собственное число, тем оценка лучше. Чем лучше экспандер, тем ближе он к случайному графу. Ну, эту лему можно доказать. Значит, доказательства. Ну, давайте введём такие вектора 1A и 1B. Значит, у этого вектора единички, у тех вершин, которые соответствуют вектору A и нулево в остальных случаях. А у этого вектора единички те, которые соответствуют множеству B. И нули иначе. Я утверждаю, что тогда, значит, здесь надо поставить модуль, потому что это множество ребер. А число ребер, исходящее из множества A от множества B. Вот. Причём здесь мы… Если A и B пересекаются, тогда каждое ребро мы здесь считаем два раза, которое в пересечении. Вот. Эта штука равна просто 1A транспортированное на M на 1B. Значит, почему это так? Значит, вы, наверное, изучали квадратичные формы. Вот эта штука – это просто сумма элементов этого вектора на элемент этого соответствующий элемент матрицы M. Но перемножаются только те элементы отсюда и отсюда, в которых соответствующий элемент матрицы M не равен нулю. Но он соответствует ребрам. Значит, просто вот мы берём все вершины отсюда, куда есть ребро здесь и их перемножаем. Так, если кому-то что-нибудь непонятно, задайте вопрос, я могу подробнее немножко рассказать. Ну давайте. Значит, это сумма по I от единицы до N, сумма по J от единицы до N, M I житая умножить на 1A и тая на 1B житая. На самом деле надо суммировать только по ненулевым элементам, то есть по ребрам. По ребрам, у которых первая координата A, вторая координата в B. То есть мы суммируем единички для ребер, у которых первая координата A, вторая координата в B. В случае кратных ребер мы их просто суммируем не один раз. Хорошо. Значит, нам нужно просто оценить вот эту штуку тогда. Давайте заведем ортнормированный байос, соответствующий собственным числам. Лямбда 1, лямбда 2, лямбда N. Значит, E1, E2 и так далее, EN. Значит, E1 – это вектор из всех единиц, но в ортнормированном байосе нам нужно его нормировать. Значит, норма у него – это корень из суммы квадратов, то есть корень из N. То есть единиц – это единиц на корень из N. Значит, как устроены вектора E2 и так далее, EN? Мне не очень важно. Важно только, что они все ортогональны, в вектор E1. Что такое ортогональный вектор, у которого все координаты равны? Это просто полезно понимать. Это просто вектор, у которого сумма координат равна нулю. Вот. Хорошо. Давайте разложим тогда по базису вектор 1A и 1B. Пусть 1B – это сумма бета ИТ на ЕТ, а 1A – это сумма альфа ИТ на ЕТ. Вот. Давайте посчитаем эту квадратичную форму. число ребер между A и B равно 1A транспортированное M на 1B. Значит, это просто скалярное произведение вектора 1A на вектор M1B. Ну, M1B мы можем легко посчитать, поскольку у нас написаны координаты вектора B по ортнормированному базису и собственных векторов. А так как эти вектора собственные, то это будет просто скалярное произведение таких векторов. Значит, 1A – это сумма альфа ИТ и ЕТ, умножить на 1B. 1B – это сумма бета ИТ и ЕТ. И еще, так как мы домножили на M, то каждый из них умножается еще на лямбду. На лямбду ИТ. Вот. Ну, здесь скалярное произведение двух векторов, которые разложены по ортнормированному базису. Но его считать не хитро. Нужно по каждому базису просто их перемножить и сложить. Потому что ЕИТ на ЕЖИТ и на разные скалярное произведение будет 0. Поэтому здесь получится просто… Давайте отдельно. Альфа 1, бета 1. Лямбда 1 плюс… Сейчас… Плюс сумма по И от двойки до N. Так, лямбда 1 мы знаем. Лямбда 1 – это D. Двойки до N. Лямбда ИТ, альфа ИТ, бета ИТ на лямбда ИТ. Вот. Хорошо. Значит, вот здесь вот я специально написал член альфа 1, бета 1, D, потому что я его могу вычислить. Что такое альфа 1? Это проекция вектора 1А на вектор Е1. Но ее нетрудно вычислить. Это просто скалярное произведение. Значит, альфа 1 равно бета 1 равно… Ну, скажите вы мне, чему равно альфа 1? Ну, да. Скалярное произведение – это просто число элементов А поделить на корень из N. А это состоится число элементов В поделить на корень из N. Просто скалярное произведение с Е1. Оно считается очень просто. Вот. Значит, вот этот вот член тогда просто равен D на размер А, на размер В и два корня из N. То есть получилось ровно то, что мы ждали здесь. И нам осталось просто оценить вот все оставшееся. Значит, нам осталось оценить модуль суммы альфа ИТ, бета ИТ, лямбда ИТ. Ну, оно не превосходит размер лямбда 2 на сумму модулей альфа ИТ, бета ИТ. Ну, давайте пока и от 2 до N сделаем. А теперь добавим первый член, потому что так удобнее будет. Меньше лямбда 2 на сумму модулей альфа ИТ, бета И, где И уже от 1 до N. Сохранением неравенства это верно. Вот. А здесь можно воспользоваться неравенством Каши Баняковского, что сумма модулей не превосходит, сумма модулей произведения не превосходит корни из суммы квадрата первого на корень из суммы квадрата второго. На корень из суммы альфа ИТ в квадрате и от альфа ИТ в квадрате. Альфа ИТ – это коэффициент разложения по ортонормированному базису. Тогда корень из суммы альфа ИТ в квадрате – это просто норма вектора 1А. Это простая сторона лямбда 2 на нормы вектора 1А умножить на норму вектора 1В. Ну, давайте посчитаем норму вектора 1А. Сумма квадратов элементов и корень. Это просто будет корень из… Значит, это лямбда 2 на корень из размера А на корень из размера В. Ну, а лямбда 2 не превосходит альфа Д, поскольку у нас это алгебраический экспандер. Значит, это меньше либо равно альфа Д на корень из А на корень из В. Ну, собственно говоря, что требовалось доказать. А что бы у нас получилось, если бы мы не загругляли, альфа Д, добавляя альфа Д в квадрате, письмо вы могли бы у нас чуть-чуть посчитать? Ну, можно было бы чуть точнее, но смогли ли бы мы… А, но там что-то с единичкой на… Ну, чуть-чуть точнее, наверное, можно посчитать. Если у нас формула будет сильно неудобная… Ну, давайте в качестве следствия я выведу слабый вариант связи алгебраических комбинаторных экспандеров. Давайте… Значит, нам нужно посчитать количество ребер между А и В минус А, где А – это некоторое подножество вершин, и они больше Н пополам. Значит, его можно посчитать как следующим образом, как Е из А во все вершины минус множество ребер из А в А. Из А во все вершины выходит D на размер А ребер. Минус… Значит, нам нужно это оценить снизу, поэтому мы лемо-перемешивание применяем к двум множествам А и В, равным А. То есть, это больше либо равно, чем что? Значит, D на размер А минус… Что там по перемешиванию должно быть? D на размер А на размер А поделить на Н. Вот. Значит, если это больше либо равно, значит, тогда нужно вычитать. Минус D размер А минус альфа D на размер А. Ну, давайте D на А вынесем за скобку и посмотрим, что там осталось. Осталось там единица минус отношение А к Н минус альфа. Но отношение А к Н не больше, чем одна вторая. Тогда это больше либо равно… Одна вторая минус альфа D на размер А. То есть, если альфа меньше одной второй, тогда алгебраический экспандер становится комбинаторным экспандером. Но, на самом деле, верна более сильная, верна один минус альфа пополам. Но она чуть более хитрым методом делается. Прямо если перемешивание не получается. Вот. Значит, ну давайте, прежде чем приступить к применению алгебраических экспандеров, я еще несколько слов скажу. Значит, что можно делать? Ну, вот у нас НД альфа алгебрических экспандеров. Я хочу альфа понизить. Ну, во-первых, значит, можно понизить, возведя граф в квадрат. Что такое квадрат графа? Ну, квадрат графа, на самом деле, мы берем матрицу смежности и возводим в квадрат. Но чему это соответствует? Это соответствует новому графу, вершины у него такие же, а ребра – это пути длины 2. Вот. Тогда возведенным граф в квадрат, он будет… Ну, N вершин, степень у него будет D квадрат, потому что мы по D способу вышли, и D способ вторым способом вышли. Вот. Что будет с собственным числом? Ну, собственно, числа у матрицы… Значит, векторы, собственно, будут те же самые. Значит, если M на E равно лямбда E, то M квадрат на E – это равно, соответственно, лямбда квадрат E. Собственные числа все возводятся в квадрат, поэтому здесь будет альфа в квадрате. Поэтому, если у нас есть какой-нибудь экспандер, и нам хочется альфу поменьше, в принципе, мы можем ее возводить в квадрат. Но за счет этого у нас степень увеличится. Ну, нужно понимать. Вообще, при анализе экспандеров очень полезно их возводить иногда в какую-нибудь степень, и воспринимать ребра как какие-то пути. Ну, это очень простая идея, чтобы понизить альфа. Вот. Значит, какое минимальное альфа можно достичь? Минимальное альфа можно достичь… Ну, вот известно, что асимптотически при N стремящемся к бесконечности лямбда 2 больше либо равно 2 корня из D минус 1. Минус бесконечно малое. Вот. То есть, если у нас N стремится к бесконечности, D константа, тогда лямбда 2, самая маленькая, это 2 корня из D минус 1. И такие графы существуют, существуют у них сильно явные конструкции. Такие графы называются графами Рамунаджана. У них самое маленькое, возможно, собственно, число, но асимптотически. Вот. И они строятся относительно несложно, так что, в принципе, если они нужны в каких-нибудь алгоритмах, их можно применять там. Но доказательства таких графов – это целый курс нужно изучать, там всякие модулярные формы, это отдельная наука. Вот. Значит, я вам сейчас расскажу без доказательства очень простую конструкцию графов Габбера и Галила. Эта конструкция, вот ее для программирования вообще отлично применять, если вдруг это нужно. Экспандер Габбера и Галила. Значит, это конструкция m квадрат 8, ну, по-моему, 0,9 экспандера. Значит, вершины графа – это множество пар xy. Каждый xy – это множество множество остатков по модулю m, то есть множество чисел от 0 до m – 1. Вот. И просто явным образом говорится, с чем соединена вершина xy. Вершина xy соединена с такими восьми вершинами. Значит, это пишется следующим образом. xy плюс-минус 2x плюс сигма и x плюс-минус 2y плюс сигма Y, где сигма либо 0, либо 1. Ну, значит, здесь все сложения по модулю m. Значит, здесь написано плюс-минус, и здесь либо плюс 0, либо плюс 1, то есть 4 ребра, и здесь 4 ребра. Поэтому все получается 8 ребер. Конструкция графа очень простая. Он в небольшой степени, и у него коэффициент 0,9. Если нам нужно поменьше, можно возвести в нужную степень этот граф, и тогда здесь будет больше, но здесь зато будет меньше. Доказательство того, что это граф-экспандер – это довольно большая статья. То есть это нетривиально. Существуют конструкции… Ну, то есть изначально экспандеры были действительно то, что… Ну, казалось, что в этом разобраться невозможно, там какая-то сложная математика, там вот эти… В графах Романаджана вообще какой-то ужас-ужас, там эту математику еще долго изучать нужно. В этой статье можно разобраться, хоть она длинная, но все равно там полной ясности не находится. В последние годы придумали конструкции экспандеров, которые не очень сложны для анализа. Выглядят они примерно следующим образом. Существование маленьких экспандеров с константным количеством вершин, такая случайным образом предлагается их найти перебором или используя какие-то простенькие алгебрические идеи, как найти маленький экспандер. Дальше из маленьких экспандеров строятся большие с помощью алгебраических операций. Вводятся некоторые произведения графов, и доказывается теорема, что при произведении графов их свойство быть экспандером сохраняется. Дальше берется маленький экспандер, и с помощью итеративного применения произведений получаются большие экспандеры. Вот. И вот эта конструкция уже легка для анализа, и она может быть использована алгоритмистами. Самый яркий результат с использованием экспандеров алгоритмический – это детерминированный теорема Рингольда про то, что существование пути в неориентированном графе можно решить за логарифмическим, то есть принадлежит лог-спейс с использованием логарифмической памяти. Пути в неориентированном графе. То есть дан граф… Представьте себе, может, на следующем раз. Вы находитесь в лабиринте, большой-большой лабиринт. У вас есть память, и вы можете записать несколько номеров комнат этого лабиринта. И все. И вот кажется, что этой памяти хватает, чтобы выйти из этого лабиринта, то есть проверить, есть ли путь между текущей вершиной и выходом. Несколько номеров – это логарифмическое количество логов? Значит, лог-спейс – это логарифм от размера графа, это просто можно хранить номера вершин какие-то, несколько константное количество, и все. Значит, вероятностный алгоритм для этой задачи был известен довольно давно, и он простой. Если вы хотите выйти из лабиринта, все время идите в случайную комнату, тогда среднее количество шагов до выхода будет не очень большим. Ну, это не самая простая теорема, но это можно доказать. А оказывается, что можно это сделать с помощью экспандера в детерминированном образом. Это вот результат 2004 года, он был очень удивительный. Там использовались вот эти всякие конструкции построения экспандера с помощью произведений. В принципе, алгоритм совершенно непрактичный, его интерес стоит именно в том, что он существует, что получилось драндомизировать этот, казалось бы, алгоритм, который по существу использует случайное облаждание.